Прибывающих на поезде или приезжающих на автомобиле в наш необластной мегаполис встречает надпись на красавце-доме «Бобруйск – город для жизни». Так ли это, мы сейчас вам расскажем. Стоит сказать сразу, эту фразу в реальность могут воплотить только сами бобручане. Граждане, которые не ждут у моря погоды и действуют, как говорится, на опережение. Одни из таких энтузиастов живут в седьмом микрорайоне. А вот и новенькая хоккейная коробка. Многие диванные критики скажут, ну и что тут особенного. А изюминка ее в том, что она в прямом смысле народная. Жители домов 74 и 78 на проспекте строителей объединились и своими руками смастерили такую красоту. На одном из общих собраний жильцы предложили, здесь было поле неиспользуемое, предложили что-нибудь сделать для детей. Обратился в администрацию, они помогли организовать председателей, то есть объединить нас. И силами семи кооперативов была возведена эта коробка. Главное объединившись. Сплоченный коллектив состоял из жильцов администрации Первого майского района и руководства города. Когда от слов перешли к действиям, соорудили деревянные борта и установили железные столбы. Хоккейная коробка обрела настоящие черты. В ближайшее время внутри нее появятся ворота с сеткой, предназначенные как для хоккея, так и для футбола. Также спортивная площадка получит свой неповторимый цвет. Теперь переезжаем в центральную часть города Крылова, 19. Вот он, обычный двор любого спального микрорайона. Если бы не одно «но». Детская игровая площадка тут – симбиоз труда жителей дома и органов местной власти. Выбрали мы инициативную группу. Договорились, что частично деньги будут за счет товарищества собственника, то бишь самих жильцов. Я обратилась в такой, вышла на исполком с этой инициативой, меня там поддержали. Когда все вопросы были урегулированы, немедленно принялись воплощать свои задумки в реальность. Благодаря чему появились качели, горки и турники. По признаниям местных жителей, большая заслуга в этом и администрация Ленинского района, которая помогла и с техникой, и с рабочей силой. И теперь в этот двор родители приводят детей со всего района. Так как этот дом долевое, все хотят жить комфортно, удобно, чтобы и детям было где-то поиграть. Поэтому решили сложиться за свои деньги, построить эту площадку. Видеонаблюдение есть, то, что хорошая площадка находится, то, что жильцы хорошие очень. Конечно, одной игровой площадкой, как нам рассказали, здесь не обойдутся. Уже весной будут высаживать деревья и благоустраивать территорию. В общем, дело все для того, чтобы жить было комфортно. Но на этом народные герои, которые отличаются особым отношением к тому, как распорядиться своими возможностями, не обязательно финансовыми, не заканчиваются. Построили детскую площадку, помогли пенсионеру отремонтировать дом или организовали футбольный турнир. Напишите нам в социальных сетях или присылайте ваши истории на нашу почту, и мы обязательно про вас расскажем. Максим Кембель, Андрей Богдан, Дмитрий Шевцов. Итоги недели.